Баннеры и специальные наклейки с QR-кодом на днях появились во многих спортивных учреждениях Московской области. Они позволяют каждому посетителю быстро и удобно принять участие в рейтинговом голосовании, организованном проектом Живу Спорта. Люди, которые приходят на различные спортивные объекты, смогут оценить его инфраструктуру, удобность места расположения, а также другие факторы, оставить это в отзыве и, соответственно, поставить оценку, на основе которой будут выявлены лучшие учреждения как Московской области, так и всей Российской Федерации. Голосование позволит не только наладить обратную связь с жителями и сделать работу спортивных учреждений качественнее, но и поможет выбрать лучшее спортивное учреждение для занятий. Для того, чтобы оставить свой голос, нужно совсем немного. Достаточно включить камеру, навести ее на QR-код и дальше пройти на сайт и оставить свой голос. Дворец спорта «Витное» присоединился к проекту Живу Спортом в мае этого года. На сайте проекта размещаются анонсы предстоящих спортивных мероприятий, фотоотчеты с прошедших соревнований и игр, а также актуальные спортивные новости. Теперь там можно посмотреть и рейтинг учреждения. Голосование началось у нас с понедельника, 3 декабря. И могу сказать, что мы успешно набираем положительный оборот. То есть средние наши оценки это 4-5 и мы будем стремиться к высшему. Принять участие в голосовании, просто перейдя по QR-коду, смогут и посетители стадиона «Металлург». Здесь разместили наклейки в холле основного здания, а также рядом с залами для тренировок и возле центра тестирования ГТО. Если QR-код у кого-то не сканируется, то можно зайти на сайт Живу Спортом, найти или фоки поблизости, или фок по названию, также поставить оценку, пятибалльная шкала, или оставить отзыв. Когда мы снимали этот сюжет, на территории стадиона активно работала снегоуборочная техника, ликвидируя последствия ночного снегопада. Многие жители с нетерпением ждут открытия катка «Металлурга», но, увы, погода и тут внесла свои коррективы. Примерно с середины ноября с наступлением холодной погоды мы начали подготавливать каток. Была проведена работа подготовки снежной ледяной подушки, залито несколько слоев катка, выровнено. Планировали открыть каток в самое ближайшее время, к сожалению, сейчас погодные условия не позволили нам это сделать, плюсовая температура, лед подтаивает. Но ведем работу активно, поэтому я думаю, что совсем скоро жители Ленинского района смогут на нашем катке покататься. Проект «Живу спортом» курируется Министерством спорта Российской Федерации. На данный момент в рейтинге спортивных центров России стадион «Металлург» занимает третье место, а дворец спорта «Видное» на 14-м. Но ситуация постоянно меняется, и результат будет зависеть в том числе и от вашего выбора.